Так, начинаем. Ребята, притяните руку и возьмитесь за правое ухо соседа. За правое ухо соседа. Так, если правого уха вам не хватило, хватайтесь за левое. Вот! Так, Мак, кое-как чему ты учишь наших зрителей? Ребята, не слушайте его, не нужно хватать никого за уши. Давайте я вас лучше другому фокусу научу. Более безопасному. Хотите? Да! Но для начала у меня для вас приготовлен еще один необыкновенный фокус. И вы мне можете помочь в его исполнении. Давайте все вместе. Крокус! Крякус! Звездо! Ого! Вот это да! Как вовремя вы к нам пришли! Итак, ребята, встречайте! У нас с вами в гостях известная актриса театра и кино Юлия Дакшина! Здравствуйте! Разрешите представиться. Я известный фокусник, иллюзионист Борис Арбузов. Очень приятно. Да, это мой ассистент. Ну, а самый главный здесь это я. Меня зовут Мак, кое-как. Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. Открою вам настоящую тайну. На самом деле, самый главный у нас попугай-самурай. Ага. Это так и есть. Привет! Ой, я, кстати, хотел вам пожаловаться, понимаете? Я хотел научить ребят показывать фокусы, а Борис говорит, что нет. Он научит ребят показывать фокусы, а сам не учит их, понимаете? Почему же не учу? Не знаю. Я как раз сейчас собирался научить всех замечательному фокусу. Хотите? Да! А вы хотите? Конечно, хочу. Тогда, прямо здесь и сейчас, перед многоуважаемой публикой, я покажу фокус под названием «Пустая коробка». А потом раскрою его секрет. Фокусы, фокусы, фокусы. Знает фокусник секрет. Сделать, как мешок конфет. Как в журнал загнать быка. Как покрасить облака. Превратить слона в лягушку. И сложить все сны в подушку. А луну убрать в карман. И все это не обман. Каждый фокус – это тайна. Не узнать ее случайно. Но готов я так и быть. Фокусом вас научить. Никому не говорите. И секрет наш сохраните. Обещайте нам, друзья. И скажите «Гором да!» Юные фокусники. Это действительно профессионалисты. Сегодня вас и только вас я научу уникальному фокусу. Пустая коробка. Пустая коробка. Начинаем. Заметь сюда. Открываем. Борис, мы ждем. Рассказывай, что за фокус. Почему у тебя на столе стоит золотой цилиндр? И зачем ты еще держишь пустую коробку в руках? Сейчас, Борис, рукой махнет. И что-нибудь произойдет. Коробка станет. Брундуком. Ма цилиндр. Кабачком. Ну да. Интересное предположение. Но нет. Никаких бурундуков и кабачков сегодня не ожидается. Для начала прошу вас убедиться в том, что у меня коробка совершенно пустая, прошу вас. Проверьте, пожалуйста. У нее нет ни дна, ни крышки. Так, убедились? Да. Можно профессионал посмотреть. Так, ага. Ага, да, совершенно, Борис, она обыкновенная. Никакого двойного дна. Пустая коробка. Юля, в такой коробке трудно что-то утаить, правильно? Абсолютно двойное. Отлично. Тогда начинаем фокус. Я накрываю коробкой этот цилиндр. И цилиндр исчезнет! Зачем? Нет. Посмотрите, его видно сквозь прорези коробки. Да, видно. Видно. А, а меня не видно. Вам не стыдно? Скорее, скорее покажите, что там цилиндр убедите. С удовольствием, Сабурай. Смотри. Цилиндр на месте. Обратите внимание, цилиндр совершенно обычный. В нем ничего нет. Ничего нет. Ничего нет. Да, все так. Только я, Борис, одного не понял. А где же фокус-то, а? Или я что-то просмотрел? Ребята, вы заметили что-нибудь необычное? Я не видел ничего. Но фокус отличный. Все равно. Да. Подожди, Самурай. Трюк еще не закончен. А, еще не закончен? Конечно. Значит, сейчас что-нибудь произойдет. Удивительное. Да, я знаю. Ничего опасного не произойдет. Да? Посмотрите. Сквозь прорези коробки. Смотрите. Коробка пустая. Ну да. Ты же вытащил цилиндр, Борис. Совершенно верно. А сейчас я положу этот цилиндр обратно внутрь. И... Снова вытащу. Ну и зачем ты это сделал, Борис? Так и будем, да? Все выступление. То класть цилиндр в коробку, то вытаскивать. Мак, кое-как не торопись с выводами. Лучше посмотри сквозь прорези коробки. Ну, я же знаю, что она пустая, Борис. Ну, там ничего нет. Ого! А? И что же, что же, что же там? Скорей скажите, там гусь, лопата, таракан. А может, слон и пеликан? Не угадал, Самурай. Ого! Вот это да, Борис! Удивительный фокус! Неужели, пока ты ставил и вынимал цилиндры, этот цветок вырос? Да, как цветок тут появился, сразу я развеселился. Да, и действительно очень веселый фокус, правда? Правда. Кстати, Борис, а ты раскроешь его секрет прямо сейчас нам, а? Ну, что ж, конечно, кто хочет узнать секрет этого фокуса, скажите «Я» и поднимите руку. Да! Вот сколько желающих узнать секрет этого фокуса, я очень рад. И с огромным удовольствием открою свои секреты юным иллюзионистам, в будущем известным артистам. Конечно. Но только вам, мои друзья, другим рассказывать нельзя. А лучший гость на дне рождения найдется у него печенье. В цилиндре стая голубей, а в рукаве воздушный змей. Он может стать легко и просто, в один момент большого роста. Кому все с нетерпением ждут, веселый фокус не пьет тут. Могу я фокус показать, и в чем его секрет сказать? А вы внимательно смотрите. Большую тайну не проспите. Уважаемые зрители, сейчас мы раскроем секрет нового фокуса. Кто хочет почувствовать себя настоящим иллюзионистом и поучаствовать в представлении? Мы, Борис! Я! Я очень хочу поучаствовать, но вы знаете, я пришла не одна, со мной пришли два замечательных мальчика, мои сына, Иван и Федор. Мне бы очень хотелось, чтобы они тоже приняли участие. И мы тоже этого хотим. Зовите их сюда. Скорее сюда. Прошу подборные аплодисменты, ребятки! Прошу, 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 прошу! Давайте ручку. Вот, молодцы! Так. Вот, вот, вот. Вот, молодец! Вот, молодец! Как вас зовут? Представь. Меня Ваня. Меня Ваня. Ваня. А тебя как зовут? Федя. Ваня и Федя. Уф! Очень приятно. Вы фокусы любите? Да. Так, ну, хотите научиться какому-нибудь интересному фокусу? Да. Федя, ты, наверное, только-только начинаешь увлекаться фокусами. Да? Скажи, да. Да. Ваня, а ты? Любишь фокусы? Да. Мы смотрим вашу передачу все время. Ваня очень большой поклонник вашего таланта. Да. Ваня, а что ты любишь? Чем ты занимаешься? Каратэ. Каратэ. Майя, можешь нам показать какой-нибудь прием? О! Ого! Браво! Да. Придется мне раскрыть вам секрет фокуса. Конечно. Такие бойцы-то. Хотите? Да. Тогда идите сюда. Борис, кстати, я тоже люблю фокусы. И считай, что уважающий себя фокусник должен уметь показывать этот фокус. Поэтому, Борис, прошу, расскажи, в чем секрет этого фокуса. Ну что ж, чтобы все получилось, нам понадобится не один, а два цилиндра. Золотой и... Черный. Черный. О, один вопрос меня привозит. Как это все нам тут поможет? Скоро вы все увидите сами. Но сначала давайте склеим нужные нам цилиндры вот из этой плотной бумаги. Юля, давайте, вы тоже присоединяйтесь. Борис, а их обязательно делать черными и золотыми? Черный обязательно. А золотой может быть вообще-то любого цвета. Ага. Я выбрал золотой цвет, потому что он мне нравится. Ой. Давайте склеиваем вот так. А как склеивать-то, расскажи. Сейчас. Отрезай. Отлично. Давай. Здесь тоже. Угу. Давай ножницы. Мы взяли нужный картон и сейчас склеиваем цилиндры. Вот так. Ширина цилиндров должна быть определенной. Золотой цилиндр должен быть больше. Чуть-чуть. Чем черный. Но и черный тоже не делайте слишком маленьким. Он, в свою очередь, должен быть чуть больше размеров цветка. Вот так. Так, да? Угу. Самый нужный размер. Ну, а вы как? Умеете что-то сами делать? Наверное, дома какие-нибудь склеиваете подарки маме на 8 марта? Делаете? Да. Делают. Открытки делают. А как же? И папе, и маме, и бабушке. Всем делают. Реквизит мы подготовили. Переходим к следующему шагу. В этом фокусе важно подготовить правильно сцену. Перед тем, как позвать зрителя на представление, ставим цветок. Сверху ставим черный цилиндр. Затем золотой. Запоминайте порядок. Цветок, цилиндр, второй цилиндр. Черный сначала, потом золотой. В руки берем коробку, покрашенную изнутри в черный цвет. У этой коробки нет ни крышки, ни дна. Вот теперь я понимаю и тайну трюка разгадаю. Но как ее в стихах сказать, я не могу пока понять. И вам придется подождать. Быть может час, а может год. Как вдохновение придет. Именно поэтому я раскрою секрет этого фокуса. Не в стихах, а в прозе. Зато прямо сейчас, смотрите внимательно. Я накрываю цилиндр коробкой. Зрители видят золотой цилиндр сквозь прорези. Смотрите. Вам видно? Да, видно. Теперь, если вынуть цилиндр из коробки, золотой цилиндр, зрителям покажется, что там пусто. Черный цилиндр сливается по цвету с внутренней стороной коробки. В этом и весь секрет. Я кладу золотой цилиндр в коробку. А после этого вынимаем. Но уже два цилиндра. Черный и золотой. Публика удивлена. Сквозь прорези коробки они видят, что в ней что-то осталось. Поднимайте коробку. И зрители в восхищении. Они видят появившийся цветок. Браво! Браво! Ловко! Секрет фокуса раскрыт. Ну что, готовы показать этот фокус самостоятельно? Конечно, готовы. Ну что ж, тогда время финальной демонстрации фокуса. Фокусы, фокусы, фокусы. Внимание! Внимание! Сегодня вам улыбнулась удача. Прямо сейчас вы сможете увидеть фокус от непревзойденных олезионистов Юлии, Фёдора и Ивана. Бурные аплодисменты! Начинаем, начинаем. К демонстрации фокуса приступаем. Как вы думаете, ребята, могут ли из ниоткуда появиться волшебные цветы на этой сцене? Мне кажется, что не могут из ниоткуда появиться. Но сейчас мы с вами посмотрим волшебный фокус. Итак, берём коробку. Коробка абсолютно пустая у нас. Нету ни крышки, ни дна. Абсолютно пустая коробка. Цилиндр. Затем берём цилиндр. Смотрим. Абсолютно пустой цилиндр. Спасибо вам за советы и выступление. Давайте ещё раз повторим основные моменты фокуса. Пустая коробка. Внимание! Для фокуса нам понадобится два цилиндра из картона, пустая коробка без крышки и дна и цветок. Для начала нужно поотготовить реквизит. Покройте стенки коробки изнутри в чёрный цвет. Сделайте фигурные прорези на одной из стенок. Склейте из картона два цилиндра. Один обязательно должен быть чёрный. Проверьте, чтобы цветной цилиндр свободно надевался на чёрный. Прежде чем приглашать зрители на представление, подготовьте сцену. Поставьте на стол цветок, сверху накройте чёрным цилиндром, а затем цветным. Готово! Позвольте публике убедиться, что коробка совершенно пустая. Накройте её цилиндр. Публике будет видно цветной цилиндр сквозь прорези коробки. Теперь вынимайте цветной цилиндр. Если посмотреть сквозь прорези коробки, кажется, что там больше ничего нет. Ведь чёрный цилиндр сливается с чёрными стенками коробки. Теперь снова ставьте цветной цилиндр в коробку и снова вынимайте. Но на этот раз захватите чёрный цилиндр тоже. Потом убирайте коробку и показывайте зрителям, что в ней появился цветок. И самое главное, здесь и сейчас перед многоуважаемой публикой я торжественно вручаю вам волшебные палочки и звёзды. Ведь сегодня вы выучили новый фокус, а значит, вы настоящие фокусники. Ура! Матвы, как ты приготовил подарки для наших гостей? Конечно! Один момент. Нам сейчас подарки будут дарить. Ура! Да, волшебный палочек. Итак! Алё! Это вам! Держите! Берите! Так! Вот! И звёздочки берите! О! Молодцы! Спасибо, Маку и как! Сразу же за дело! Приготовьте волшебные палочки, они нам пригодятся! Так! Сейчас в этой студии появится копилка фокусов, и вы бросите туда свои звёзды! Ребята, давайте все вместе скажем волшебные слова! Готовы? Да! Крокус! Крокус! Крякус! Крякус! Копилку! Копилку! Прежде чем бросить звёзды в копилку, их нужно подписать. Ух ты! Я подпишу, давай! Ваня! Давай! Надо учиться в школе, чтобы уметь подписывать звёзды! Конечно! У нас всё впереди! Федя! Под наши бурные аплодисменты! Под аплодисменты! Отлично! Браво! Так, иди сюда! Ой, хорошо! И полетели! Огромное спасибо вам за участие! Уверен, вы станете великими фокусниками! Спасибо большое, ребята! До свидания! До свидания! До свидания! До свидания! До свидания! До свидания! Дорогие зрители, я знаю очень много фокусов! Если вы видели какой-то интересный фокус, напишите мне, и я открою его секрет в следующей нашей программе! Буду ждать! Кстати, Борис, сообщаю, что я решил составить тебе конкуренцию! Да! Из меня выйдет тоже хороший учитель фокусов, поэтому постараюсь к следующему выступлению придумать какой-нибудь фантастический номер! Ну, и научу показывать его ребят! Уменьшаю меня! Побегу в сундук изучать умные книги и придумывать фокус! Ребята, помогайте мне! Громко и дружно! Кротус, Крятус, Магус! Да-да-да-да-да-да-да! Говорю всем на прощание! До свидания! До свидания! До свидания! До новых встреч, ребята! И не забудьте! Я жду от вас писем с рассказами о том, как прошли ваши выступления! Пока! Тренируйтесь и выступайте! Всем на удивление! Фокусом вас научит иллюзионист Борис Арбузов! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова